Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садова. Сегодняшняя тема – банановые корки и зачем они нам сдались в нашем саду и в наших комнатных цветах. Мы уже сто раз говорили о пользе самого банана для нашего организма и о пользе банановых корок для нашего организма. А спектр его полезности, вот этих корок, он просто, ну, не знаю, потрясающий. Но мы будем говорить о том, что мы будем делать в саду с этими корками. Мы зачем их копим в таких количествах? Догадываетесь, да? Я думаю, что догадываетесь, но как сделать правильно, вы всегда почему-то придумываете свою теорию. Не надо так. Надо точно знать, что делать и чего не делать. Вот если вы, знаете, вы же много пишите мне комментариев, и там есть комментарии подобного рода. Знаете, вы тут придумываете всякую ересь. Надо просто банан закопать там, шкурку, сколько хочешь, только их закапывать. Да нет, мои милые, вот не получится, сколько хочешь. Если вы закопаете целую шкурку банана, еще и свежую, в один горшок хотя бы такого объема, в домашние цветы, можете попрощаться со своим растением. Этого нельзя делать. Перенасыщение подобными веществами бактерии не выдержат, они просто будут отравлены. Поэтому очень-очень аккуратно. На объем горшка в 3-4 литра вам понадобится 3-4 вот таких квадратика. То есть на каждый литр такой квадратик для бактерий, которые живут в горшке, крайне необходим, но не более. Но у нас тема-то несколько иная. У нас сушеные корки. Как получить сушеные корки? Когда я говорю, что положите на батарею центрального отопления, начинаются писки, а у нас нет батареи, у нас сыра дома. А как вы живете-то? Ну, у вас что-то есть, ну, сковородка есть. Ну, возьмите, нагреете, разложите корочки на горячей сковородке, они так же прекрасно за ночь высохнут. Ну, это же не проблема. Но вы как повезете? Вы что, морозить будете эти банановые корки? Вони разведете, мух там, этих вот помойных зеленых? Ну, нет, сушите. Духовки есть в конце концов. Значит, это все сушится у меня на батарее. Батарея прекрасно греет, просто замечательно. Мы же говорили о том, что морковку можно на зиму просушивать, яблоки, не напрягаясь с какими-то этими специальными сушилками. Да и специальная сушилка тоже бы неплохо была. Просто вот это вот богатство. Так вот это богатство по содержанию минеральных веществ, которые в этом вот в шкурках банана есть, оно не сравнимо ни с одним удобрением, чтобы вы знали. Но есть но однозначное. При посадке в лунку вы должны вот это все вот сделать так мелко, до такой степени, вот не знаю, девочки, мальчики, ну, пожалуйста, будьте внимательны. Вот это еще не мелко. Вот это бы вообще в порошок бы превратить и внести в почву. Но если в таком виде вы это будете делать, пожалуйста, растение не должно коснуться ни одного кусочка вот этой шкурки своими корнями. Вот это главное условие. Ни сырой, ни какой-то там другой не должно. Бактерии работают около корневой системы, доставляя растению радость в виде минеральных элементов. Вот в этом же смысл. Вы что думаете, растение зацепило кусок этой шкурки и наелось что ли? Ну нет, конечно. Конечно, поэтому делая что-то, вы, пожалуйста, ну как-то посмотрите сюжет еще раз, что я рекомендую. Не придумывайте ничего сами. Ваши фантазии просто безграничны. Я когда начинаю читать, якобы что я рекомендую, да? Якобы вот про лук в следующем сюжете, но я в шоке. Вы там собрали всех блогеров на свете, приписывая каждому из них то, чего он не говорил. А уж я тем более. Значит так, запомнили, да? Сушим шкурки банана. Значит так. Сушим шкурки банана вот до такого сухого состояния. Вот так их измельчаем хотя бы, вот так можно мельче. И вносим в посадочную лунку, в принципе, для любых растений. Но так, чтобы их корневая система не коснулась кусочков этой шкурки банана. Неважно, сушеный он или свежий. Запомнили? Ну молодцы, что запомнили. Ну на этом всего доброго и до свидания.